Всем привет, с вами Глин, и пока я сижу на карантине, думая, чем себе занять и как следует отдохнуть. И да, я решил что-нибудь сделать, например, сыграть какие-нибудь пазл-игры или какие-нибудь приключенческие игры, например, тоже Monster Hunter. Иии, давайте поговорим об этой игре, которой я познакомился и, возможно, играю как в основанную убивалку времени. Правильно, я, конечно, говорил об игре Колон. Давайте сначала начнём наш обзор. Колон, это игра-головомка, вышедшая в 2003 и 2004 году, разработала ноунеймная японская компания Magic Pot. И да, это ничуть не странно, что вы даже не слышали о такой компании. Это очередная игровая студия, которая основана в 2001 году и в начале 2002 начали разрабатывать игрок. В основном это были флеш-игры, которые были безусноватыми убивалками времени. Ну, если обычные флеш-игры выпускают в браузерах, то здесь разработчики всё сделали по массу. И да, ещё многие не только разрабатывали игры, но и также принимали участие в других играх от других разработчиков. Ну, давайте будем честны. Все эти игры нафиг никому не известны. И давайте поговорим о самом первом полноценном проекте, который был тот самый эксперимент. Начнём по классике. С аркадки. Аркадная версия вышла в 2003 году, разрабатывала Magic Pot и издала игру Caber Front. Ну, это такая японская компания, издающая игры и также ещё и разрабатывает. Но в 2014-м они вовсе распустили и окончательно обанкротился. Сейчас эта компания не существует, но дали этой компании вторую жизнь на территории Кореи, которая разрабатывала ремейк игры Wonder Boy. Ну, в этой пазлике всё ясно. Это чистый клон Панель Бон, или же западной версии Тетерс Атак, которая была главной ролью Лиоши из Супермарки. Кажется, что это похож на аркадный порт, только с обновлённой версией. Тут всё ясно. Нужно с помощью курсора поворачивать первое право и соединять четыре блоков, чтобы они исчезли. Существует также жрессоединение, можно соединять количество и будет насчитываться количество взрывов. Также можно ещё делать и цепочки. С помощью этих цепочек можно получить всякие магические блоки. Например, стрелковые блоки, бомбовые и звёздные. Ну, помимо одиночной игры, есть ещё и режим против одного, который можно сыграть с другом, но вдвоём. В любом случае, это оригинальный клон так и не вышел за пределами Японии. Ну, 16 декабря 2004 года вышел порт, который имеет аркадное название Clone. Об этом мы и поговорим. Порт на PSP вышел довольно неплохо. И есть куча три режима. Это режим аркады, одиночная игра и режим против. Или же по-английски Versus, как вам удобно. Ну, лучше Versus могут. И добавили шесть новых персонажей, которые были какие-то странные ноунеймы. Вот допустим, например, персонаж Дэнэмэйт Эйс и Президент Гудман, который смахивает на карикатурную версию Дональда Трампа. На японскую карикатурную версию. И давайте поговорим о сюжете. Да, в аркадной версии есть сюжет. Я, конечно, я не конченый идиот, чтобы разгребать всякие теории об этом. Ну, давайте поговорим о сюжете. Сюжет таков. Широ и Кора родились на этом странном ноунеймом в этом мире. И начали в разборке кто кого. Ну, всякие типичные аниме и манги. В стиле противостояния добра против зла. Или ангелов против дьяволов. И после битвы они исчезли, но оказались на игрушечном качеле. Ну, вы знаете, такие автоматы, которые можно получить игрушку. Ты чё, дурак, что ли, мил? И находят пустами Мэйкола и Малин. И, кстати, почему-то похоже на персонажа из Пэнти Стукин. Два ангела приходят в себя и начинают издеваться над ними. И в конце появляется надпись, почему никто не организовал битву. И на этом обрывается. Всё, вот и весь сюжет. Я не знаю, почему они не сделали сюжет на ПСП. Почему они не сделали, только Мэджик Пот об этом знает. Персонажи имеют, конечно же, новые особенности. Например, Колун и Малин это местные Арли и Эмити. Они сбалансированы, они ничем не отличаются, кроме своей внешности и анимации. Ну и новых персонажей тоже есть особенности, но разницы вообще не ощущается. Ну прям вообще, прям ни капельки. Хотя не вру, у президент Готмана есть такая особенность, что если делать больше шлицепочек, то мощнее будет атака. Ну это просто какой-то имбовый персонаж. Ну, конечно же, насчёт музыки. Сама музыка неплохая и звуковые эффекты сносные. В аркадном режиме вы можете выбрать одну из них персонажей, но я его, как всегда, обычно беру персонажей только за главного прантакониста. В этом аркадном режиме 8 битв, а между боями показывают биографию персонажа и их особенности. А в финальном битве будет борьба с Широ и Куро, двумя ангелами. И после победы появляются титры и всё. Вот и вся концовка. А вы чё, что ожидали? Концовку? У каждого персонажа? Да не смешите мои подковы. Ну и прошёл год, как в 2006 году, выходит обновлённая версия этой игры под заголовкой Кора-Кора-Колон. И это, чёрт подели, за ногу та же самая игра. И те же спрайты. И даже музыка та же самая. Единственное, что поменялось, это куча новых дополнительных режимов. Режим кампании, туториал, тренинг соло, опции, ну и так далее. Особенно была такая ситуация в Западе, в Западе и в Европе. Да, в Западе имеется название Ultimate Block Party. И обновлённая версия всё-таки давно вышла. А первое появление обновлённой версии вышло в 2005 году. Ну и теперь поговорим о дополнении и о парте. Да, порты. Теперь поговорим о дополнительных материалах. Дополнительным материалом я париться не стал, потому что там нечем не париться. И давайте поговорим о дизайне персонажей. Ну дизайн неплохой. Есть ещё и прототипные версии персонажей. А теперь поговорим о персонажах для порта ПСП. Вот все персонажи. И часть персонажей вообще не появилась в этой игре. Вот, например, кто эти вообще такие? Что это за ноунеймы? Что это за браконьер, собака Баскельвилли? И что это за робот? Ещё осьминог Годзилла задаюсь вопрос. Почему этих персонажей всех персонажей не добавили? Могли сделать отличную серию игр. Может даже не серию игры. Игра стала популярнее. И набрали побольше успеха и популярности. Ну нет же. Давайте сделаем плейм как можно подешевле и покороче. Добавим 8 персонажей и срубим бабла в кратчайшие сроки. Ну ладно. Хватит бумнеть и давайте перейдём к порту на ДС. Ну вот в 2009-м порт на ДС всё-таки вышел. Вышел только эксклюзивно для Японии. Которые имеют название Тайсен Катачен Нокороромпе. Да, кстати, забыл о блока. Если делать много количества зро, то можно использовать специальную атаку. Которую можно выделить вашему оппоненту. Например, расширить консор, сделать курсор черным беремым. Или раскрыть половину. Или вообще запутать управление. Или кинуть огромные кубы. Ну, хочу сказать, что порт на ДС. Оно, как вам сказать, самый худший порт. Знаете почему? Потому что этот порт игры был забагован, что пипец. Там была куча багов, что просто не хочется говорить. И у меня вопрос, почему они сделали оригинальный колон и портировать на игру на ДС, как на ПСП. Ну, есть куча, совсем куча мелких претензий. Почему вместо персонажей же кованы какие-то каликатуры? Почему? Почему? Кубы какие-то тоже с лицом катачаны? И что происходит? Эта игра какая-то странная. Ну, это порт создан чисто на поржать. Чтобы посмотреть, как всё это срато. Неужели фанаты по своей игре настолько тупые или слепые, что скупали пачками вот эту вот фигню годами? Вот, все ходят, как, например, не знаю, например, не знаю, какие-нибудь, например, про Супермена, который не повезло с игровыми адаптациями, которые были самыми худшими играми про Супермена. А теперь представьте, каково было фанатом пазл-игр, например, Колон или Пуя-Пуя. Хорошая ретерспектива, не правда ли? Короче, я ставил игру Колон 8 из 10. По сути, играть эту игру можно, но при одном условии. Не пересидите в ней. По сути, я рекомендую сыграть аркадную версию и версию для PlayStation Portable. А порт на DS не рекомендую. А на всё, сегодня на этом всё. Как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а я пойду. С вами был Глин38, всем удачи и всем пока-пока. Коничива, пока. Молодец, ты канал перегрешивший. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok